Я сделал и выставил 1208 видео. И вот, что я хочу по ним сказать. Смотря на ваши вопросы, смотря на ваши пожелания, это то, что некоторые отмечают. Интересно, почитаем тут немножечко, что-то подошло. Так, например, Людмила Титова, она буквально-таки смотрит все и благодарит. Спасибо, спасибо, спасибо. Елена Литта сделала отзыв об ульнотерапии, как она ей помогла. Про правильное мышление, правильный настрой. То есть все должно делаться с правильной позиции мировоззрения. Это основное. Когда правильное мировоззрение, то есть человек понимает, кто он в этом пространстве, для чего он вообще живет, понимаете, это очень важно. И тут сразу выступает психология, либо раба, либо творца, частицы творца, которой мы и являются. То есть человек является на самом деле малой частицей творца и представляет с ним единое целое. Когда он это понимает, он уже и совсем по-другому живет, мыслит, действует, естественно, результаты получает. То есть это большое значение имеет именно в вот этом направлении. И я его особенно часто подчеркиваю. Правильное поведение, правильное мышление, правильное сознание. И вот есть люди, которые это понимают. Я рад. Так, про автомобили я не буду рассказывать, но вообще-то кратко скажу. Я не собираюсь делать обзоры на автомобильную тему. Знаете, что вообще я хочу сделать? Вот я еще тут поработаю, поработаю. Я сейчас, как вы заметили, вот это все обложился этой музыкальной техникой. Я пытаюсь сочинять музыку. Кое-что там у меня получилось. Ну, насколько получилось там. Для того, чтобы далее освоить программу создания мультфильмов, и чтобы у меня прошла музыка, мультфильмы, то есть все это вместе соединились, мне понравился отзыв, и почему я начал все писать. Рута Д. Рохан. Как не видео, то шедевр. Я, так как работал на телевидении, и, знаете, это своеобразная школа, можно проработать, вот где-то проработать, и там ничего особо не вынести. Что, что, как там, так, что-то было, как-то касался, я там деньги получал, там что-то там такое делал, и все. А вот именно наблюдать, вникать, и вот этот опыт, чтобы как-то он у вас откладывался. Это очень интересно такое и важное явление, которое должно быть в жизни у каждого человека. Жизнь наша течет, мы на что-то смотрим, мы где-то работаем, и все это должно, как бы сказать, впитываться в нас, как-то откладывается нужное в нужные, так сказать, ящички сознания. Ненужное, как хлам, должно удаляться. То есть умение отделять важную информацию, нужную, полезную для себя. Которая пригодится на будущее, это еще более, так сказать, интересная вещь. Потому что мы все растем, начинаем снизу, и можем закончить на самых верхах. Вот, и все это нам пригодится. И вот эту вот информацию тоже, ты потом ее в процессе своей жизни использовать. Так вот, про мультики я вам, значит, сказать сказал, про телевидение. Так как я посмотрел, поучился, что, что, как, посмотрел. И знаете, я не просто там, вот есть люди, которые, вот дайте мне там средства, еще что-нибудь, я сделаю такую программу, а я уже ее сделал, целебную кулинарию. Я ее делал для телевизионного, для ТВ. Но ТВ лучше оно не сделало, до сих пор нету даже подобной передачи, понимаете. Но там сидят разные люди, там по-своему, знаете, вот, вы говорите, могут они, не могут они управлять, или что-то там делать. Но они там сидят. И, естественно, кого-то там пропускают, кого-то не пропускают и так далее. То есть, здесь много играют личные контакты. Но не об этом. Это так, к слову. А то, что я посмотрел, как делается этот телевизионный процесс, и приобрел нужный опыт для себя. Этот опыт в какой-то мере я применяю и для себя, для того, чтобы сделать видео интересное. Была интересная картинка. Чтобы была интересная музыка в ней. Чтобы была интересная информация. Чтобы, допустим, что-то там как-то менялось. Чтобы человек не засыпал, смотря мой ролик. Это было ему интересно по разного рода причинам. То есть, он слышит нечто приятное, он видит нечто приятное. И, наконец-таки, осознает, что это и полезное. Так вот, целебная кулинария. Там пишут, буду пересматривать целебную кулинарию. Вы откроете в этой программе. Желудок не раздулся, и хочется есть, есть, есть. А тут так, хоп, сразу, вот, все. Наползли, ну, все. Да, удивительно просто, быстро и так вкусно. Вот, можно вареница добавить. Тока нужной, важной, полезной информации, что это для вас станет откровением, эта передача. Понимаете, вот я сам человек такой, что я, как бы сказать, вот, я слышал одного там художника, говорит, меня не интересует, вот, говорит, молотку, ну, только бах, там, пять рублей, бах, пять рублей, и куешь, все. Меня интересует, чтобы не просто я сделал какую-то там вещь такую, вот, которую там, грубо говоря, можно продать, чтобы мне это было самому интересно, чтобы это меня самого зацепило. Вот, когда вот это вот все цепляет, вот, как в данной передаче, которую сейчас нестандартно веду, вот так она интересна тогда будет, чтобы жизнь была интересной. Мы же для этого созданы. А для того, чтобы ходить на работу. Вот, вот, я перед вами сижу, я, так, откровение небольшое. Я, когда в школе учился, ну, там, был предоставлен сам себе. Потом, значит, закончил ГПТУ я, получал там профессию, тягал штангу я, вот, буду там спортсмен, профессионал. За счет этого, значит, буду, так сказать, содержать себя, свою семью. И потом все-таки пошли будни, то есть надо было ходить, спорт кончился, надо ходить с 8 до 5 на работу. И я подумал, тогда уже, меня тоска, говорит, как бы сказать, мысль посетила, что я так не выдержу, я так не смогу. И хотя у меня стаж непрерывный, вот я раз рассчитался на другую работу там в свое время. Я, значит, постарался вот этот начальный этап жизни лет до, ну, до 30, даже больше, так построить, чтобы я мог получать знания, работая. За счет этого знания набираться, ну, какого-то профессионализма в своей, так сказать, сфере, которая еще не наступила. Написание, допустим, книг, к этому же надо было так же подготовиться. То есть надо было создать базу, пока ты создаешь, грубо говоря, базу, то есть ты ходишь в библиотеку, еще что-то, еще что-то там пишешь, для себя там делаешь. Надо же было себя кормить, семью кормить. Поэтому я устроился на такую работу, которая мне давала эти возможности, чтобы я мог самообразовываться. Это самое важное. Если человек самообразуется, все, для него нет никаких преград, он снизу поднимается до самого верха. И это опыт повсеместно показывает. Берем музыканта, Пол Маккартни, вот я, интересно, думаю, почитаю про Пола Маккартни, что, что. Он, как о нем вспоминают, ребенком, сколько там ему было, 14-15 лет или еще даже младше, меньше, отец ему купил трубу, он эту трубу выменял на гитару, он с ней спал, дневал и в туалет ходил, для того, чтобы освоить. То есть, чтобы освоить что-то, необходимо посвятить этому определенное количество времени. Просто отдать, чтобы это освоить. Мы уже не говорим о том, насколько талантлив человек в этом освоении. Просто, тупо говоря, освоит вот такой период времени. Возьмем дедушку Сталина. Черчилль, как его не любил Запад. Черчилль, говорил, образованный человек, там учился, сын сыров, мэров, пэров. Сталин, кто он такой? Сын сапожника, управляет государством. И еще как управлял государством. Как он? Он мог так и остаться там, кем там, был бы там священником или еще кем-то, или и пошел бы по стезе своего отца, стал бы сапожником. А он любил читать. Свободное время, которое у него подало, он читал, 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 читал. Набирался, набирался знаний, пожалуйста. И тут, конечно, помноженное там на таланты, на прочее, прочее. Получился такой результат. И кого ни копни. Нету такого, чтобы человек, знаете, что-то там окончил и так далее, и за счет этого только он сказал, ой, я какой. Самостоятельный труд, только самостоятельный труд. Самостоятельная работа над собой, самостоятельная, совершенственная, делает тебя личностью. Вот это важно понимать. Несколько я так отвлекся в эту сторону. Так вот, теперь, можно сказать, вернемся к видео. Вот как раз было сказано, что что не видео, то шедевр. Я стараюсь, что бы мне интересно было делать. Раз. И плюс, я очень много, знаете, вот 1208 видео выложено. Я очень много сказал в других видео, в которых, допустим, не подобраны ключевые слова. Нету соответствующего названия, что там раскрывается такая-то тема. Вы, по мере возможности, стараетесь посмотреть, но не хочу сказать, что все мои видео. Но чем больше вы их посмотрите, тем больше вы узнаете не только меня, но я рассказываю о себе для вас, чтобы через меня, через то, что я занимаюсь, вы могли понять самого себя, как надо действовать, как надо поступать. Я же не зря вот эти все примеры привожу. Пускай там они плохие, хорошие, но в них прослеживается одно стремление человека к самосовершенствованию. И что в результате человек этот достигает. Вот что и вы можете все это пройти, достигнуть и получить. Поэтому вот эти вот видео, которые я выложил, маленькие там, большие там, просматривайте, потому что видео может быть название совершенно какое-то отвлекающее, а там интересна такая мысль только оп, проскочила, которая нужна вам, которую вы ждете, которая, знаете, такая раз, как ключик повернет, и вот только что-то там новенькое откроется в вас самих. Это самое удивительное. Когда вы читаете какую-то литературу, автор там что-то пишет, а эта литература открывает некоторые вещи в вас самих. Вы становитесь себя лучше понимать, вы становитесь, как бы сказать, умнее, разумнее, сильнее, как действовать. Вот что-то такое вот случается. Это очень интересный феномен вообще-то. Вместо того, чтобы там ха-ха-ха-хо-хо-хо-хо-хо-хо и так далее. Вот. Так что я высказал, смотрите все мои видео. По возможности вы там можете найти такое. Тем более вы там спрашиваете, а вот это было об эгрегорах или не было, расскажите. А я эту тему где-то затраивал в одном из видео. Я касался не напрямую, а будем говорить вскользь. Возможно, там интересные мысли. Мысли – самая интересная такая вещь, что ты идешь, мысль тебя посещает. И если ты не успел ее зафиксировать, это особенно часто было у меня, когда я писал книги. Если ты вот пишешь, вот надо вот записать это. Ты находишься в потоке, вот как сейчас я нахожусь в потоке. Кстати, я вот вам демонстрирую, как находиться в потоке. Вы сейчас связаны с потоком. Вот. И возможно, вы сейчас даже войдете в резонанс со мной. Это очень интересная вещь. У вас энергетика поднимется, и настроение поднимется, и прочее-прочее. Так вот, находишься в потоке, и ты информация раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз пошел. А сейчас мурашки побежали. Хоп, изложил. Если ты остановился на половине, вот отвлекли или куда-то туда надо, на следующий день ты начинаешь – все. Ты можешь совершенно другое что-то написать. Вот не идет с того конца, вот она закончилась. Можешь написать даже лучше, чем до этого. А может, вообще вот не подцепишь. Поэтому такие вот мысли, они там приходят во время, будем говорить, вот этой вот прогулки. Идешь, гуляешь, только хоп, на что-то посмотрел. Что-то тут случилось в окружающем тебя пространстве. И только раз возникают какие-то интересные ассоциации. Они пошли, 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 рождаются мысли. Мысли, вплоть до того, что с тобой начинают работать. Для некоторых это вообще непонятно, как это с тобой там работает. А вот так вот с тобой работают. А для того, чтобы с тобой работали, ты должен, должен показать им себя, показать свои устремления, показать свои намерения и мысли. Это очень интересно. И тогда начинаются такие интересные вещи. Кое-чего, я вообще не говорю. А, допустим, такие вот вещи, такие вещи. Можно, конечно, что-то изучать. Кропотливо книгами обложился, читаешь, читаешь, читаешь. Но все равно потом количество переходит в качество. И ты как-то начинаешь по-другому воспринимать информацию. Так вот, как это по-другому? Пол Маккартни написал свою самую лучшую песню. Есть today во сне. И он подумал, что во сне можно писать. Но не все так просто дается. Значит, кто там этот, усатый этот, писал свои картины тоже оригинальным образом. Вот. Он писал свои вот эти картины, занимаясь тем, как, вернее, понять этот сюжет. Он брал, допустим, ну, я возьму вот эту штучку, ложечку, да. Он садился в кресло и, так бы сказать, вот это вот впадал в дремоту. И в дремоту, вот в этом просуночном состоянии, ему открывалась, будем говорить, информация, виды различные. Ложечка падала, он в это время просыпался, и он вот это просуночное состояние улавливал. И вот эту картину писал. И что не картина, то шедевр, шедевр, шедевр. Возьмем теперь Тесла. Он тоже очень оригинально получал информацию. То есть он там что-то не разрабатывал, не исследовал, он ее получал напрямую. И вот этот феномен прямого получения информации, он очень интересен. И я, будем говорить, как бы над этим работаю. И кое-что получается. Ну, я особо не афиширую этим там. Вот, например, я прочитал там свое стихотворение, или сказал, что я оттуда его, что-то еще, что-то еще. Там такие мысли когда-то, вот, вот, говорит, вот, книга, вот, мои книги, они построены очень интересно. То есть подача информации идет очень-очень своеобразно. Я тружусь, и знаете, когда, вот, по-настоящему, если человеку, будем говорить, как бы сказать, вот, работать в кайф, он очень плодотворен. Потому что он постоянно в этом, и вот выдает, 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 выдает. Вот я смотрел недавно, опять-таки, Пола Маккартни. Он в этом живет, он в этом работает. Он просто, говорит, надоело там что-то серьезно там писать, что какие-то серьезные отношения. Мы, как бы, дурачась в студии, создаем шедевры. Вот, так, когда это тебе вот в такой вот кайф идет, то тебе и хочется снимать, хочется делать. И все это, знаете, как-то идет, 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 без напряга. Поэтому вот все выдается, как бы сказать, вот в таком количестве. Татьяна пишет, заинтриговали, начну смотреть весь плейлист «Целебная кулинария». Это для вас будет откровение. Вы еще сами просмотрите и напишите, встречали ли вы нечто подобное вот в окружающем теле в мире вас. Ваше мнение. Может, я заблуждаюсь. Спасибо за прогулку, красивый большой, парк красивый большой, летом там тоже хорошо отдыхать. И так я парк Лога и летний вариант выложил, да, хорошо. Ну что, вот я, по крайней мере, высказался. Весьма интересно, на мой взгляд, наша беседа произошла. Я как раз поставил три камеры, одну сюда, Sony 3000 и Sony 565 или какие-то там такие две, более старенькие. Поставил дальше и сделаю сейчас мультикамеру и более-менее, так сказать, нарежу вот этот вот ролик. Плюс чем-то там дополню еще. Рассказывайте о моем канале, своим, ну, бывает, товарищам, окружающим вас, людям, с которыми вы близко, так сказать, знакомы, что здесь можно что-то почерпнуть полезное для себя. Вот это самое важное. Полезное для себя. И я его так и назову. Полезное для себя. Вот видите, и название пришло. Как бы сказать, не надо думать, как, что там.